Необычную конструкцию инфоматы сегодня презентовали в Чубаксарах. С помощью подобного устройства можно зарегистрироваться на едином портале госуслуг и получить нужную услугу в электронном виде. Инфоматов в Чубашии не так много, всего пять, и один из них в Чубаксарах. По задумке, умные аппараты призваны облегчить жизнь тем, кто не имеет компьютер дома и доступ в интернет. Внешне инфоматы напоминают обычные платежные терминалы, которые установлены в торговых центрах и не только. Благодаря этому устройству возможно получать госуслуги в электронном виде, оплачивать штрафы ГАИ и услуги ЖКХ, распечатывать бланки и документы. На корпусе аппарата есть клавиатура для заполнения форм и принтер для печати документов. Терминал оснащен сенсорным экраном, камерой и микрофоном. Можно связаться с единым контакт-центром и получить всю необходимую информацию. На видеосвязь через информат выходит оператор электронного правительства. При необходимости консультируют, как пользоваться единым порталом госуслуг. Прежде нужно пройти регистрацию. Некогда сложно выполним операции, на этом информате вполне понятны и просты. С самого начала выбираем наше местоположение, дальше уже проводим регистрацию. Вот здесь как раз идет у нас выбор, как мы будем получать код активации. Либо через Почту России, это порядка двух недель, когда оно придет заказным письмом. Либо через центр обслуживания в Ростелекоме. Получение кода активации – это заключительный этап регистрации. В течение суток пароль нужно активировать. Тогда код откроет дверь в личный кабинет пользователя. Удобнее в том плане, что не нужно находить компьютер, потом куда-то ехать. Тут все в одном месте. И регистрация, и получение. Информаты – это окно к электронным госуслугам. К слову, более 17 тысяч жителей республики уже зарегистрировались на едином портале госуслуг. А наиболее востребованными оказались запросы в Минюст, Госслужбу занятости и Минздрав. На сегодняшний день переведено 69 услуг. Это 42 государственные услуги и 27 муниципальных услуг. Это те услуги, которые более востребованы гражданами. Чаще всего обращаются за получением загранпаспорта старого и нового образца, регистрация заключения брака, регистрация расторжения брака. Госуслуги продолжат переводить в электронный вид. А информаты, действующие еще и в Канаше, Ядрине, Шумер и Аллатре, стали очередным мостиком к электронным услугам. Хотя изначально подобные терминалы создавались для территорий с низким проникновением интернета. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика.